Я продолжаю, да? Да. Значит, если рассматривать белое и чёрное, то белое, это получается, если мы грубили освещение на такую большую мощность. То есть, вариант белой части, это когда у нас нет теней. То есть, когда у нас... Ну, это вариант освещения, например, если мы в упор на солнце смотрим. Нет, вот вариант, знаешь, в Матрице абсолютно белая комната. То есть, вот... Ну, например, да. В Матрице нам показывают то впечатление, у которого источником света является всё окружающее пространство. То есть, не только просто комнаты, а вообще абсолютно каждая точка пространства, абсолютно каждая, является источником света. То есть, нету единичного источника света. Значит, если мы рассматриваем чёрный вариант... Чёрный вариант, это, вот, знаешь, из телескопа, телескоп, он, внутреннюю часть телескопа специально покрывает чёрной краской, чтобы не было паразитных отражений определенных. Ну, дополнительного шума и искажений. Это такая, как сказать, идеальная... Вариант идеальной тишины, идеальной чистоты, которая позволяет заметить все мелочи. То есть, это вариант идеальной тишины, когда все мелочи заметны. Вот. То есть, это такая, вариант идеальной такой чистоты и тишины. Вот. Значит, что происходит дальше? Ты нарисовал на чёрной части белую точку. Значит, я это воспринимаю как некую камеру. То есть, вот, самая простая камера, это если мы... Ну, там начиналось с чёрной точки в белом пространстве, но, в принципе, не суть. Можно было и наоборот. Смотри, смотри. Я сейчас объясню всё, и белую, и чёрную точку. То есть, я сейчас объясню, как я истолковал начинающуюся чёрную точку на белом пространстве. Значит, и я, значит, как опирался на свои расступления. Я опирался таким образом. То есть, мы сначала представим себе белую точку на чёрном пространстве. То это будет дырочка, которая проделана стенкой абсолютно чёрной камеры. И, таким образом, можно увидеть, использовать её как камеру изображения. Ну, знаешь, вот, например, это самая простейшая линза. То есть, вот, фотография... Да, да, то есть, один из способов представления изображения проделать маленькую дырочку. Значит, теперь выполняется такая инверсия на чёрном, то есть, в белом пространстве. Что же это такое? Значит, если у нас находится чёрная точка в белом пространстве, то это такое своего рода экранирование. То есть, это такая тень. Вот если рассматривать какой-либо объект, например, солнечное затмение, то есть, если Луна находится напротив солнечного диска, то это можно использовать для того, чтобы увидеть корону солнечную. Ну, с точки зрения физики света, это, скорее всего, что-то, либо покрашенное в чёрный цвет, да, либо поглощающее весь свет, либо это не только свет поглощающий, но и всё, то есть, чёрная дыра. Ну, понятно, но я... Давай рассмотрим такой... Я вообще рассматривал такую, наверное, что... Значит, Луна, она вызывает солнечное затмение. Ну, допустим, да, она может... А в результате того, что Луна закрывает Солнце, можно увидеть корону Солнца, солнечную корону. Ну, или любая планета, пролетающая над, скажем так, Солн... То есть, именно на изображении, ну, самого Солнца, да, то есть, внутри его площади, она будет как раз как чёрная точка выглядеть. Ну, да. Значит, если рассмотреть белое пространство, как пространство, где источники света находятся во всех сторонах, то чёрная точка не будет отбрасывать никакой тени. Ни в какую сторону. То есть, если мы возьмём, например, Солнце, то склоночное затмение здесь возможно. То есть, здесь закрывается Солнце, и поэтому можно видеть корону Солнца. Ну, это от размера зависит. Тут как бы была идея в том, что точка, она как бы... И в теории вообще написано, что это нечто с нулевым размером, поэтому... То есть, в определении. Поэтому получается, что здесь как бы изображение, хоть это и точка имеет некоторый размер, там, несколько пикселей, но фактически имеется в виду, что это именно точка, что это не кружочек. Нет, ну понятно, сейчас... Хотя по факту это кружочек. Я говорю именно, знаешь, вот как рассматривание как точку, вот, я просто тебе хочу такую причину, ну, выкладки обосновать определённым углом, чтобы они не были... ...ну из пальцев. Смотри, значит, дальше что происходит? Так как белое пространство имеет источник излучения во всех местах, во всех местах, то есть само пространство имеет выключение света, то смысл какой-либо тени отпадает совершенно. То есть, соответственно, смысл коробный. Возникает вопрос, что же тогда нам делать с этой чёрной точкой? И возникает ответ, что для того, чтобы возобновить эффект короны и вообще смысл определённой Луны или точки, чёрной точки, то нужно выполнить определённую дифференциацию белого цвета. То есть, если мы рассматриваем белый цвет, то белый цвет, он состоит из, ну, спектра, белого спектра. То есть, белый цвет превращается в белый спектр, который определенным образом расщепляется на составляющие. Вот. В результате этого чёрная точка обретает смысл. То есть, если мы рассматриваем дифференциацию, то под дифференциацией ты имеешь в виду различение, то есть, определение, в чём отличаются два объекта. То есть, мы раскладываем цвет на частоты. То есть, если мы призму поставим, то призму... Ну, то есть, по сути, анализ или декомпозиция. Да, декомпозиция. На частоты. Вот. Значит, если мы рассматриваем чёрную точку, то чёрная точка, это, получается, у нас возникает некая такая... пункт задержки, в результате которого возможна дифференциация. То есть, если рассматриваем белый цвет, то белый цвет содержит всю гамму спектра. то есть, все частоты, абсолютно все частоты. Вот. Но как только появляется чёрная точка, у нас появляется некое время. То есть, рассматриваться чёрной точки – это внесение некого времени в белый цвет, которое позволяет белому цвету анализировать самого себя и... А откуда время появилось? Ну, чёрная точка – это... Я сейчас тебе объясню ещё раз. Вот смотри. Значит, если мы берём абсолютно белый пространство без чёрной точки, то у нас там присутствуют абсолютно все частоты спектра. То есть, если мы амплидум частотную характеристику берём, то там будут присутствовать все частоты. Значит, но, значит, если мы добавляем чёрную точку, вот, то получается, в результате того, чтобы что-то увидеть, какую-то корону или что-то ещё, чтобы хоть какой-то эффект был вообще и какой-то смысл, то нужно внедрить определённую дифференциацию. То есть, возникает вопрос, какую дифференциацию мы будем вводить. Самая простая дифференциация – это дифференциация по времени, которая будет создавать определённый пузырик в этом спектре. То есть, если мы рассматриваем спектрально-частотную характеристику света, то там возникает определённый такой провал, спектральный провал, который создаёт такую дифференциацию по времени, дающую возможность анализировать самого себя. То есть, если белый свет, он определённо… То есть, ну ладно, я потом более детально развернутое описание не могу сдать, потому что, на самом деле, я вот эту схему, я собираюсь как-либо зафиксировать, понимаешь? В смысле зафиксировать? Ну, зафиксировать алгоритмически именно вариант, именно спектральный вариант зафиксировать. То есть, сделать… Ну, знаешь, есть преобразование в фуе. Если я рассматриваю преобразование в фуе, то есть частоты, которые при сложении создают звук. Если мы рассматриваем шум, белый шум, есть такое понятие, как белый шум. Белый шум, он содержит все частоты. Но если мы внутри белого шума какую-то частоту убираем, то у нас возникает эффект такого дудения дудочки. Ну, кстати, на тему шума, я… То есть, эти звука… Не знаю, когда я музыкой занимался, у меня вообще аналогия дошла до того, что я считал, что вообще, как бы, даже свет – это та же самая музыка, грубо говоря. То есть, и там, и там ведь колебания. То есть, и то, и то, и другое, как бы, передаётся через колебания. Получается, что разница между светом и звуком всего лишь в частотах. Ну да, понятно. Ну, в общем, можно взять как и цвет, так и звук. Просто можно взять звук и разложение фурье, в принципе, для наглядности, вернее, для больше понятия, то, что это реально можно смоделировать. То есть, существует софт, который пробазует фурье. Я тебе могу сказать, что у меня… Ну, то есть, иными словами, кстати, аналогия вот белого экрана по звуку – это будет как раз этот белый шум, а вот этой черноты, пустоты – это будет тишина. Я тебе сейчас объясню. Вот смотри, если мы берём и, например, ставим препятствия на правильный свет, то у нас получается интерферационная картина и дифракционная картина. Есть эффект, который называется дифракция. То есть, если мы рассматриваем белый цвет как направленный свет и даже конгерентный, то у нас возникнет дифракционная картина в результате препятствия чёрной точки. То есть, благодаря тому, что чёрная точка – она маленькая, возникает именно дифракционная картина. То есть, если мы рассматриваем её как шарик, который имеет определенный размер, то там дифракционная картина будет не такая ярко выраженная. А если мы берём именно точку, то там именно дифракционная картина. Это если мы берём направленный цвет. Если цвет не направленный, а идёт со всех сторон, то это аналог белого шума, когда присутствуют все частоты, и вот эта чёрная точка, она убирает одну из частот. Ну, может быть, не одну, а глушит все в каком-то месте пространства. Ну, значит, можно рассматривать… Я предлагаю так, что это достаточно такая общая картина, и можно рассматривать все варианты. Один из вариантов – это если мы берём белое пространство как разложение определённое, то есть, если мы внесли дифференциацию, мы уже разложили. То есть, в таком случае мы убираем разложение. Если мы не раскладываем, то тогда у нас возникает дифракционная картина. То есть, если цвет направленный, не разложенный, дифракционная картина, если разложена, то у нас выбирание определённой частоты, и возникает эффект определённого… не просто шума, а дудения такого. То есть, если… Вот я лично проводил эксперимент, раскладывал белый шум на фурье и выбирал какую-то частоту, то возникает эффект дудения, как эффект дудочки. Вот. Значит… Ну, можно рассматривать ещё другие варианты. Ну, видимо, дудочка так и работает, то есть, грубо говоря, когда есть сплошной поток звука, да, и, грубо говоря, одна из дырок блокируется, происходит как бы провал в какой-то одной частот. Ну, можно так сказать, что если взять дудочку и думать не закрывая… Сейчас, секунду, я, наверное, добавлю в групповый разговор Петра. Будь здоров, Пётр. Привет, мы тут обсуждаем кое-что. Вот. Если хочешь, можешь послушать пока. Будь здоров. Спасибо. В общем, мы остановились на белом шуме и дудочке. Не подумайте, что чихать – это единственное, что я умею. Ладно, значит… Теперь можно перейти к другой стороне, когда появляется точка и на чёрном. Белая-белая точка. Я её рассматриваю как дырочку, как некую камеру. То есть я рассматриваю белую точку как некую дырочку, через которую проходит свет в чёрную фотокамеру. То есть чёрная часть – это некая фотокамера и через дырочку проходит свет и фиксируется изображение на плёнке. То есть, если можно так рассмотреть, что с белой стороны у нас дырочка выглядит как чёрная, а с чёрной стороны дырочка выглядит как белая, потому что в камеру попадает свет с белой стороны. А на белую сторону ничего не попадает, но зато информация просачивается через чёрную точку. Ну да, кстати, белая и чёрная, они здесь могут быть действительно двумя сторонами одной стенки камеры. Ну да. То есть возникает такая картина при том, когда у нас две точки. Одной и с другой стороны. Значит, дальше картинка такая, что на чёрной стороне две точки, а на белой стороне возникает такая чёрная линия. Значит, как я вижу этот вариант? Этот вариант… Ну, скажем, да. Я попытался перейти из одной простейшей формы к следующей простейшей форме. Может быть, это не совсем корректный переход, может быть, есть что-то проще, чем линия. Я рассматриваю это так, что у нас в чёрном пространстве находятся две таких дырочки, которые можно рассматривать как некие камеры, а вот, значит, цвет которых определенным образом начинают взаимодействовать. А чёрная линия – это луч, получается, которая распространяется. То есть отозначных можно себе представить, что если мы видим летящий фотон из точки А в точку Б, то этот летящий фотон, он летит по некой траектору. Так. Значит, если мы рассматриваем чёрное пространство, то точка А увидит… точка Б увидит фотон, который пролетел к ней из точки А. Значит, так как точка Б смотрит на точку А, то она получает этот фотон, принимает его. Ну, на самом деле, если фотоны исходят из точки А во все стороны, то где бы она ни находилась, точка Б увидит, если их всего две. Нет, смотри, у тебя две белых точки. Вот одна белая точка – это точка А, а другая белая точка – это точка Б. Если мы наблюдаем из точки Б, то есть, получается, мы посмотрели через дырочку. То есть, получается, к одной дырочке мы прикладываем глаз, такой, вернее, смотрим через неё, наблюдаем точку А через точку Б. И у нас из точки А фотон проходит через чёрную камеру. То есть, у нас чёрная камера, с одной стороны чёрная камера – дырочка, и с другой стороны чёрной камеры – тоже дырочка. Мы смотрим через одну дырочку и видим через одну дырочку, что в камере с другой стороны тоже дырочка, и там фотон в точке А в точке Б приходит. Значит, что такое вот эта линия между точкой А и точкой Б? Рассматривается такой вариант, что если мы рассматриваем фотон, который летит в пространстве, то он летит со скоростью света. А увидеть фотон, который… Кстати, сейчас вот в современных YouTube-роликах называют это не именно скоростью света, а именно скоростью передачи взаимодействия. То есть, иными словами… Это может, а, кстати, я просто… Минимальный промежуток между причиной и следствием. Ну ладно, в общем, можно это просто для простоты, чтобы длинно не говорить, просто сказать, что это скорость света. Ну да. Получается, если фотон летит со скоростью света, то он сам себя увидеть не может. Потому что мы уже линия света, и поэтому линия черная. Вот так. То есть, если мы рассматриваем… Если мы смотрим из точки Б, то точка Б находится неподвижно, и поэтому она готова увидеть этот фотон, который полетит из точки А. Но если мы, как Эйнштейн, полетим на самом фотоне, то есть усядемся на этот фотон и будем лететь, то получается, что фотон он сам себя не может увидеть. В результате того, что он летит со скоростью света, и поэтому линия черная. Вот так. То есть, черная линия – это как Мюнхгаузен на ядре летит, как Эйнштейн летит на фотоне, и не может сам себя увидеть, потому что он летит со скоростью света. А можно небольшое уточнение вопрос? А разве скорость света, хоть и говорят, что 300 тысяч километров в секунду, а разве скорость настоящая не зависит от плотности среды, да? И она… Тут у нас скорость света чисто философская, понимаешь? То есть, мы не берем здесь физическую скорость света, мы берем некую философскую скорость света, понимаешь? Ну, философские рассуждения… Кстати, я на твой вопрос, знаешь, как отвечу? Что если мы берем эфир, распространение эфира, то у эфира есть два звуковых барьера. То есть, вот если мы рассматриваем воздух, в котором живем, в нем один звуковый барьер. А если мы берем эфир распространения в эфире, то там два звуковых барьера вообще находятся. Секунду, какой именно имеется в виду эфир? Не тот, про который Тесла говорил. По оцеповке. Ну, есть оцеповка, есть эфир Теслы… Вот я вот и потому и уточняю, эфир какой? Вот если Оцеповка выполнял измерение эфира, и он выяснил, что у эфира два звуковых барьера. Понятно. То есть, как я знаю, в официальной науке, по крайней мере, пока эфир не считается реальной средой и реальным в общем веществом. Я говорю о Оцеповском. Окей, эзотерика. Хорошо. Считать его и посмотреть. Эзотерика плюс философия. Окей. У нас мы рассматриваем скорость света как метафорическую скорость света, которую просто используют для удобства. И всё. То есть, можно рассмотреть Менхаузена на ядре летящего, или Эйнштейна, летящего на фотоне. Но как тогда рассматривать дуальное состояние фотона? То, что он может быть и волной, и при этом ещё материчной? Вот, я уже объяснил этот момент, когда рассматривается белое пространство. Если у нас белый свет направленный, то у нас возникает дифракционная решетка. Дифракционная решетка, она показывает волновую природу. А если мы рассматриваем как белый шум, то в белой шуме у нас выбирается определённая частота, это возникает квантовый скачок. То есть, при квантовом скачке, при вскакивании электрона на другую орбиталь, возникает излучение энергии. Если мы рассматриваем, то есть, при этом выделяется определённая спектральная полосочка, то есть, у нас получается две стороны, корпускулярная и волновая. То есть, если мы рассматриваем квантовый скачок, то это корпускулярная такая. Крупулярная, да. Да, если мы рассматриваем дифракционную решетку, то это волновое проявление. То есть, это можно показать на слайде номер два. То есть, слайд номер два – это когда на белом пространстве чёрная точка обозначена. Ясно, спасибо. Ну, а дальше, вот после слайда номер четыре, то есть, там получается первый слайд чёрно-белый, второй слайд – это на белом фоне чёрная точка, потом две точки на белом и на чёрном, потом две точки и линия, две точки на чёрном и линия на белом. Ну, потом следующая идёт линия и окружность. Я уже не могу комментировать, у меня уже мысли кончаются. То есть, вот после этого слайда я уже всё, не могу дальше придумать ничего. В смысле придумать? Я не могу ничего, то есть, у меня мысли кончаются. То есть, вот после четвёртого слайда у меня мысли кончаются. Ну, там, грубо говоря, скажем так, я что сделал, да, то есть, я взял из линии, сделал круг, да, каким образом? Мы её просто, грубо говоря, изгибаем и сворачиваем, замыкаем саму себя, да, то есть, она становится, как бы, если изначально она была нарисована в виде ограниченной линии, то, в принципе, можно воспринимать как линию бесконечную, тогда она как бы пространство делит пополам. Ну, или, то есть, если оно двухмерное. В трёхмерном, конечно, такое не получится, плоскость потребуется. Вот, ну, в общем, у нас есть двухмерное пространство. И ещё его способ разделить пополам – это как раз окружность. И как только мы делаем окружность, у нас появляется как бы внутреннее, то, что внутри окружности, и внешнее. В принципе, если мы, грубо говоря, у нас окружность очень большого размера, да, то линия, то есть, мы сделали очень сильное увеличение, то у нас вот эта линия окружности, она может казаться прямой линией. Но как бы она чуть-чуть изогнутая всё равно будет. Учитывая всё, что я услышал, цель конкретной беседы стоит дать философское или в целом умное обоснование вот этой последовательности изображения. Здесь нет, нет. Скорее, мне интересна была как бы обратная связь, и какие ассоциации вообще всё это дело вызывает. Вот, и, грубо говоря, насколько это всё понятно. Потому что мне интересно, чтобы можно было вот на таких простых примитивах, грубо говоря, да, они, с одной стороны, примитивы, с другой стороны, они вызывают очень много вопросов, потому что, скажем так, на них завязано очень много дополнительной информации. Важный вопрос, Кость, почему ты обратил внимание на конкретную выдачу воображения, что у конкретного человека ассоциируются с данными вещами? Ты же понимаешь, что в вероятной комбинации ассоциаций у каждого человека будет свой набор, да? Можно среднеаритметическое сделать, то есть взять ассоциации у многих людей и среднее сделать. Ну, выбрать наиболее популярные слова образа, да, и, грубо говоря, за них зацепить, чтобы, например, если я в тексте напишу комментарий к этой картинке, упоминающий какое-либо дополнительное слово, соответственно, автоматически я вызываю, скажем так, ассоциативный запрос к ассоциативной сети человеческого мозга, да, человека, который это читает. И, иными словами, вот этот фрагмент я тоже дополнительно ассоциирую с контекстом этой картинки. Те описанные действия могут быть полезны только в одном направлении. Те описанные действия и мысли могут быть полезны только в одном направлении, в направлении распространения данной идеи и мысли. То есть, условно говоря, грубо, ну, грубо маркетинг. Ну, основная идея, да, конечно, маркетинг, но, грубо говоря, фундаментально в основе маркетинга лежит всего лишь, скажем так, повышение эффективности коммуникации. То есть, иными словами, что у некоторого ряда людей появляется некий общий набор образов, да, или хотя бы, то есть, каких-то примитивов, которые можно использовать дальше как фундамент. Вот, и на этих слайдах здесь показано, как из, грубо говоря, простых примитивов, достраивая их, усложняя потихонечку, можно построить графическую структуру связи. Дальше, как только есть эта графическая структура связи, да, на ней теперь можно всегда ссылаться и объяснять, например, как устроена структура данных внутри, как устроен исходный код и так далее. Или, грубо говоря, как происходят некоторые процессы, не вникая, например, в тот... Мне кажется, я наблюдаю ошибку. Действия ради действия. Понимаешь ли ты аудиторию конкретную, на которую направлен данный маркетинг, как инструмент? Тут как раз-таки я попытался взять максимально широкую аудиторию, и... Это ошибка. В идеале мне хотелось бы достичь того, чтобы даже если у нас есть ребёнок, который, грубо говоря, родился на какой-то планете и не знает никаких языков вообще, в принципе, с помощью самой графики, в принципе, мог прийти к пониманию того, как устроена, например, та система жизнедеятельности, которая обеспечивает его космический корабль или то, где он находится. То есть, иными словами... Я не знаю этот проект, я с тобой абсолютно согласен и понимаю, что это великая благая цель и полезное дело. Но хорошо, в чём ошибка, как можно её исправить? Ошибка, на мой взгляд, лежит не в самой идее и не в цели, а как... ...внимание на то, что ты делаешь прямо сейчас. Маркетинг, да, распространение этой идеи. А ставить свою аудиторию все, это некорректно, потому что... ...многими... Думаю, не стоит объяснять, почему некорректно, всем это надо. Можно выделять конкретные подгруппы и для каждой аудитории выбирать конкретные программы. Смотри, есть... Всю аудиторию можно разделить как минимум на две группы. Грубо говоря, первая группа об этом не знает, и... ...ей это неинтересно было до сегодняшнего момента. И, скорее всего, она там и останется. И вторая группа... ...каким-то образом человек узнал об этом, и он хочет в этом разобраться. Вот мне интересно, как минимум, тому, кто хочет в этом разобраться, как-то помочь это сделать. То есть, по-твоему, человек, который хочет в этом разобраться, если он по-настоящему хочет, да, то есть какие-то препятствия, которые ему реально помешают? Ну, таких препятствий много, и, грубо говоря, мне хотелось, да, подготовить некоторую платформу, которая бы позволила ему немножко сориентироваться во всём этом, да. Понятно, хорошо. Эффективнее, скажем так. Ну, вот, например, кстати, ты мне недавно говорил, что тебе было бы интересно поучаствовать в каком-то из этих проектов, что-то такое-то говорил, но прошло, полагаю, уже даже, наверное, больше месяца, и всё ещё ничего не произошло. Да. Знаешь, сколько всего интересного вокруг, помимо этого проекта? Вот, и основная причина как раз-таки того, что основное препятствие к тому, что даже если человек очень хочет в этом разобраться, его всё равно будет отвлекать огромное количество всего интересного вокруг. И потом, наверное, не для всех тогда эта штука. Понимаешь, если сделать за миллион долларов крутейший ролик к этому всему, и к каждому слайду промежуточную... Большинство людей, как минимум, просто не поймёт то, о чём это, да, в плане техническом, как оно устроено. Возможно, поймут общую картинку, ой, прикольно, все друг друга понимать будут, и всё. А также их отличения, их желания и страхи будут им также мешать заниматься. Но здесь же мы не дошли ещё до сложных образов, таких как человек и нечто бытовое, да. Всегда можно довести и до практических примеров, когда человек может в жизни столкнуться со всем этим. И, да, вот эта самая возможность, скажем так, сформировать некий общий язык между людьми, который попроще, чем все остальные языки, как раз-таки будет одним из шагов к тому, чтобы уменьшить количество проблем, потому что... Но опять ты ушёл в рассуждение о том, какой полезный проект. Никто это под сомнение не ставил. Нет, я немножко... Или ты сам себя убеждаешь? Я рассуждаю на тему того, что ты говоришь, и в том числе и маркетинга. Или ты не об этом говорил? Я лишь говорю о том, что в маркетинге, то есть тупо во впаривании, в распространении какой-то идеи товара, продукта, услуги, а некорректно ставить цель, все, нам нужны все. Ещё, то есть, огромное количество всяких данных собирать, потом их анализировать, среднее арифметическое находить. Это же, боже мой, какой огромный труд, как много времени потратиться, и в итоге на какой результат. Это не целесообразно по отношению к результату. Но если выделить совокупность целевых групп и под каждую целевую группу выделять свои инструменты... Но я понял. В данный момент... Бизнесменам показать, что это деньги приносит, а учёным показать, что это круто, интересно, что это что-то новое, возможность себя реализовать... Это не новое, это старое. Это старое, но не созданное, не реализованное. Пускай идея не новая, но реализации нет. И реализации полно. У тебя каждый... Например, ты знаешь, как реализована операция и... и... или на транзисторах? А? И, или на транзисторах. Ну, логически. Собирал, да. Знаешь, да, как они устроены? Да, там, короче, с помощью диода делается отрицание. Там не только транзисторы. Это ошибка, считай, что там только транзисторы. Там, чтобы сделать исключение, как минимум используются другие. Ну... Или тут есть элемент. Я просто и по приколу собирал, да, это прикольная штука. И чё? Подожди, что значит... Не, подожди, топ. Надо собрать отрицание. Отрицание, там не только транзисторы идут. Транзисторы лишь дают... Что такое транзистор? Да, комминтер, эмиттер базы. Ну, зачем уходить сейчас в это, понимаешь? Это совершенно не наш разговор и не его главная тема. Ну ладно, в общем, просто получается, что та информация, которая есть в интернете, она дезинформирующая. Надо быть... Вот, да, очень много мусора. Это факт. Это так всегда было везде. В любом информационном пространстве. Так, ладно. В общем, а как ты круг объясняешь, с точки зрения? Что такое круг? Ну, для меня круг – это нечто, что делит пространство на то, что... Ну, двухмерное пространство на то, что внутри, и то, что снаружи, да? То есть, если взять трехмерное пространство, это сфера. Да, понятно. Понятно. По сути, здесь круг под кругом подразумевался объект, да, но дальше идет графическое... Скажем так, мы вписываем вот в этот круг саму связь, и таким образом начинаем ее... Ну, как бы, каждый объект, который есть в системе, описывать через структуру связи. Вот. И дальше, как бы, идет построение доконечной последовательности из восьми элементов. Там всего лишь просто показано, что они разными цветами, да, раскрашены. Это лишь означает, что это разные элементы. То есть, вместо того, чтобы писать буквы, цифры, идентификаторы, да, можно использовать цвета. Так же, как вместо того, чтобы использовать ноль и единицу, можно использовать белую и черную точку. То есть, если мы рассматриваем движение направленное, которое имеет точку А и точку Б, движение с точки А в точку Б, то там, получается, нет такой ярко выраженной инерционности, как... А, подожди, что такое инерционность? Можешь напомнить кратко? Кратко. Ну, если бы мы придали определенный вектор движения, то он будет продолжаться, запрямляться. Ну, там, смотри, скорее ли не этому будет соответствовать. Чтобы окружность получилась, потому что пространство было искривлено с инерционностью. Ну, или орбита, например, если бы мы рассмотрели только орбиту? Ну, это наличие либо дополнительной силы, либо искривления пространства. То есть, силы дополнительной нет, мы движемся по прямой. Что бы мы рассматривать? Давай. Можно рассмотреть как орбиту метода. То есть, получается, в первом случае орбиты метод. Это как пуля, которая летит из точки А в точку В. А тут, получается, уже орбита есть. То есть, это такое уже орбитальное дело. А орбита там уже, я положу, она определенная сентробежная сила. И гравитация, которая сохраняет орбиту. То есть, тело остается на орбите. Ну, вот. Ну, опять же, то две теории, как бы, популярных и научных. Либо есть сила, да, центробежная, действительно. Либо гравитация – это свойство искривления пространства. То есть, нет никакой центробежной силы. То есть, точка просто по инерции продолжает двигаться, да, по прямой. Но из-за того, что искривлено пространство объемом массы, эта прямая превращается в окружность. То есть, каждая точка планеты движется по сфере, которая является... То есть, она там трехмерное искривление. То есть, в двухмерном искривлении в пространстве, если искривление будет, то это будет окружность. Если трехмерное искривление, то это как раз сфера. То есть, многословная такая сфера получается. то есть чем ближе к центру тем сильнее искривление так рассматривать как некую так сказать как нику как некий подшипники то есть вот если рассматривать круг с подшипниками то они по кругу тоже находятся если мы рассматриваем подшипниковое кольцо то оно круглое ну как колесо еще можно еще подшипников дел кольцо кстати да но тут и везде картинки она есть и черные белые но у меня в принципе была идея что как бы каждый следующий образ да он как бы добавляется справа и то что было слева она как бы сдвигать то есть мы как бы двигаемся по вот этой ленте и видим мы одновременно смотрим на две ячейки да и то что слева этот большой квадрат это тоже как бы начало да то что справа это конец то есть иными словами здесь лента из связи групп говоря не из-за нулей единиц да где по одной штуке мы читаем сразу по 2 штуки читаем но каждая из ячеек содержит в себе любой символ с неограниченным количеством то есть алфавит этой ленты не ограничен никак на машине тюринга он грубо говоря в виде то есть ограничен только двумя с тремя символами там есть пустой символ то есть отсутствие значения и собственно 0 единица то есть принципе их можно вообще в одну ленту слепить обратно в виде одной длинной последовательности и грубо говоря в этом понимании да то есть вот если у нас брать самое начало да первый слайд пустота да то эта ситуация пустой баз данных у нас нет ни одной связи на ней как только появляется первая точка это та связь которая слайд сама на себя и тут же себя сворачивается как бы первое что можно вообще создать да потом мы например создаем вторую связь таким же образом и дальше как только у нас появляется линия мы можем мыть как бы создаем новый вид связи соединяющий две точки ну что касается окружности здесь уже сложнее получается переход потому что а ну по сути это можно воспринимать как две линии до которые ну или больше или 3 там и так далее которые как бы друг друга зацикливают то есть у нас начало одной линии является концом для другой линии или или кстати для самой же себя то есть это другой способ еще вот этого самозацикливание другой способ визуализации то есть ее можно как точку но не может смотреть как на точку а а можно смотреть как на круг например еще и где-то рисовал в виде символ бесконечности можно делать на это если мы берем стрелку до из ее центра как бы заворачиваем в ее центр ее начало и ее конец саму стрелку заворачиваю опять же в этот центр получается такой символ бесконечности это тоже надо отдельно рисовать но в итоге любая такая конструкция она сворачивается в точку потому что ну не знаю как это объяснить почему но в итоге ну так получается в принципе может быть даже не в том что она сворачивается в точку то есть это не но как бы то что она сворачивается это только под это только потому что мне так захотелось иными словами и свернуть в точку можно любой образ воспринимать его просто как точку или как ссылку как указатель на него да но грубо говоря сама точка она подразумевает что это можно делать безболезненно то есть сам образ как бы не теряет свою суть он просто там все еще там внутри то есть грубо говоря все что внутри круга до вот этого объекта ее можно воспринимать просто как целиковая сфера да или целиковый круг именно не окружность а круг да и по сути не смотреть что внутри и не и не обращать внимание на такие характеристики как размер и радиус например да то есть ну по сути размер и тогда получается что этот круг можно воспринимать как точку то есть некоторые объекты становятся точкой вон это восприятие может сделать такую штуку это физически не всегда корректно но и сама по себе идея о том что связи да она еще может соприкасаться тем что мы например как бы прокалываем пространство да вот в этих точках начала и конца и тут же и там и тот же где у нас начало начало да мы попадаем в именно в ту связь которая где-то другом месте пространства этим началом является для этой связи и опять же там где конец связи мы прокалываем пространство как бы телепортируем сразу в то место где находится нужная нам связь которая является уже концом для той связи которую мы создавали то есть это своего рода такое телепортическое такое прыжок такой плантовой скачок то есть это можно рассматривать как такое гибер пространство да ну по сути наверное да и так такое знаешь как это если первая скачок был плантовый но по сути да здесь гипер пространство потому что каждая связь она в себе может содержать неограниченное количество этих скачков и по сути мы как бы каждый раз прыгаем в новую сеть в новый граф то есть каждый начало и конец это не просто узлы какие как графа да это целые сети этих граф этих то есть это отдельные графы по сути это как раз гипер граф получается но если мы как бы с вами с между элементами которые себя зацикливают в виде точки на то по сути мы используем его как граф но мы всегда его можем расширить и описать этот элемент целой сетью то есть каждая точка или вот то что внутри этой окружности внутри этой точки на она может быть целым образом целой сетью но уделить идентификатор у него будет всегда один и чтобы мы не делали внутри как бы мы его не редактировали не обновляли до внешний идентификатор остается ну что он дальше вот допустим идет от потом линия да мы опять у тебя картинки то перед глазами ну короче после окружности идет горизонтальная уже линия да опять же как вот этот переход сделан я не очень понял сам честно говоря просто наверное развернул это все потому что мне нужна была горизонтальная линия а ну тут а вот чем был смысл осмотрю по этим же комментариям да что с одной стороны линия она как бы может разделять до пространство там на две половинки двухмерной или плоскость та же самая с другой стороны вот именно линия но уже вот горизонтально например то часто или линия между двумя точками именно да она уже может использоваться не как символ разделения как символ соединения и и что самое интересное в трехмерном пространстве она останется линии для соединения потому что чтобы делить пространство пополам в трехмерном пространстве нужна уже плоскость то есть интересно что в трехмерном пространстве есть точное разделение смысла между линиями между вот этим образом линии то есть как бы для двухмерного линия может восприниматься как соединитель так и разделитель а в трехмерном плоскость делитель но линия соединитель и только соединитель потому что она уже делить ничего не может никак потому что сколько линий не проводить в трехмерном пространстве они просто просто есть они либо между двумя точками либо они бесконечны это не очень интересно для рассмотрения ну как мне кажется вот соответственно была вертикальная линия стала горизонтальная линия уже линия соединитель потом добавилось следующий слайд направление то есть мы грубо говоря из линии делаем вектор и дальше я возвращаю уже кружочки то есть на концах от этого вектора есть начальный кружок то есть и от линии и от вектора дальше они идут как бы параллельно то есть у нас есть например два кружочка соединенных линий значит что они соединены в принципе но нету направления да никакого а как только мы добавляем вот эту вот стрелочку вектор мы по сути определяем что они не только связаны но связаны в определенном направлении эквивалентном эквивалентном связи без направления есть две связи в одну сторону направления и в другую сторону направления вот ну и дальше уже появляется вот эта трехмерная связь да ее же можно воспринимать как трехмерную потому что как бы три измерения уже используют и вот тройная связь это как раз добавляется еще одна ссылка уже на саму эту связь снизу которая определяет тип вот дальше идет фрактальное вписание то есть мы в каждый кружочек вот этот вот который добавили вписываем связи тем самым обозначается что сам каждый кружочек представляется этой связи вот потом спускаемся на уровень еще глубже идет прорисовка что в каждом маленьком кружочке тоже это все есть чтобы уж точно это было фракталом и рекурсией но там есть интересная двойственность что она вот эта картинка она так же выглядит если бы мы шли наверх на уровень вверх то есть в более абстрактную структуру и на уровень вниз если бы мы шли у нас картинка тоже получилась бы такая же если бы мы шли в детализацию получается как бы что вне зависимости от направления мы как бы постоянно видим одно и то же одну и то же вот эту фрактальную картинку так ну и потом все то есть прорисовка уже вот этих элементов последовательности они просто раскрасились где показано как как один из способов представить через связи последовательность на самом деле этих способов очень много но этот способ важен потому что если мы например повторно попробуем создать связь обозначающую эту последовательность но будем придерживаться того же алгоритма создания последовательности то мы получим одну и ту же связь то есть иными словами это та самая грубо говоря магия которая рождает вот эту вот уникальность на уровне последовательности то есть не только на уровне связи есть уникальность базы данных но еще и на уровне последовательности за счет того что используется один и тот же алгоритм по созданию последовательности то есть например если мы берем слово «Ваня» и создаем его один раз, то мы получили, например, связь какую-то с номером 16, да, и дальше мы, допустим, пользуемся, там еще какие-то связи выстраиваем и так далее, взаимоотношения, там, соотношения, вот, но если мы попробуем создать «Ваня» еще раз, да, то есть «ВА» и «НЯ», да, уже существуют, и, соответственно, пара между «ВА» и «НЯ» тоже уже существует, мы, по сути, получим тоже число 16, просто потому, что мы создавали последовательность также, и из-за этого, как бы, идет это программирование, есть еще такой термин, называется «контентно-адресуемая память», то есть адресуемая память не по адресу, номеру ячейки, а именно по тому, как она по тому, что внутри содержится, и может получиться так, что нам совершенно не важно даже какой идентификатор у какой-либо последовательности, чтобы ее найти и сделать какую-либо манипуляцию именно над ней. Но на самом деле деревом можно представить последовательность очень многими способами, и есть даже каталановские числа, которые определяют в зависимости от длины последовательности, последовательности, сколько именно способов представления. это, кстати, у меня используется в алгоритмах, есть некоторые алгоритмы, которые ведут себя именно по этим каталановским числам, то есть можно заранее предсказать количество результатов той или иной функции, потому что, например, есть функция, которая создает все возможные варианты от последовательности из конкретных элементов. И вот как раз количество, результирующее количество элементов в ней будет высчитываться по каталановскому числу, поэтому можно, например, массив сразу создать именно такого размера. Это как бы удобно, когда теория очень сильно, грубо говоря, интегрируется в алгоритмы. Вот, ну и все, потом там опять эта же самая анимация. Вот я думаю, насколько это все позволяет, дается ли, грубо говоря, без моих вот этих вот конкретных пояснений догадаться, что именно это значит, или все-таки это невозможно, и, грубо говоря, нужно очень массивное описание в виде научной статьи или какой-то книги даже, чтобы вот это вот все точно донести до человека, как ты думаешь? Евгений? Алло. Алло. Меня слышно? Евгений? Алло. Тебя не слышно. Здесь ты что-то говоришь. Алло. Алло.